Всем привет! Вот сравниваю две муфты МКО-7 в различной комплектации, в различном исполнении для себя, скажем так, чтобы понять, что к чему. Вот это у нас предыдущий вариант исполнения муфты, та, которую, возможно, многие вы видели. Она идет в комплекте с двумя кассетами, но я ее сейчас снял, перекинул на другую посмотреть. Делитель SSD-шный, причем этот SSD-шный делитель четырехпортовый уже в новом исполнении. Компания SSD заново придумывает велосипед. В данном корпусе этот делитель нужно крепить при помощи винтика с шайбочкой. Предыдущий вариант защелкивался просто. Было очень удобно. Мне казалось, что это, ну, прям великолепно было придумано. Сейчас они ушли от этого исполнения в пользу болта. Неудобно, потому что если менять этот делитель, допустим, четверки на восьмерку на столбе, не снимая муфты, нужна будет отвертка. Блин, это все может отвалиться, упасть. Ну, короче, не знаю, спорное решение, но я так понимаю, компания эта идет по направлению изготовления вот этих больших коробок, у них новые появились, для того, чтобы можно было эти делители четверки и восьмерки, возможно, компоновать в одном изделии. Не знаю, спорное решение, на мой взгляд, ну, им видней. Так, что здесь у нас еще? Давайте, тут у нас вот такие вот резиновые сальники. Так, резиновые сальники, которые у нас заглушены с этой стороны, они имеют прорезь, вот сейчас увеличим, боковую прорезь, когда ее вытаскиваешь, одевая на дроп кабель, ее разрываешь руками. Мне это кажется очень удобно, но SSD решили отказаться от такого варианта в пользу вот таких вот вещей. Ну, что-то сделали удобнее, что-то, на мой взгляд, конечно, хуже. То есть, эти вот изделия теперь, они не разрываются. Их, ну, вернее, их нужно резать, резать ножницами, чтобы одеть ее на дроп кабель. Я так, как бы, хочу сказать, что ножницы, вряд ли у кого есть в комплекте, все будут резать ножами, будут резаться пальцы, руки. Конечно, это большой минус. Но плюс в чем, что вот когда вот одеваем ее, и вот легким движением руки можно будет вот так вставить, но я не буду сейчас вставлять, то она там расклинивается. Доставать одной рукой будет неудобно. Ладно, вот смотрите, это вот у них новая муфта, кросс-муфта на 8 планок. То есть, они решили немножечко удешевить в целом для потребителя использование этой муфты, чтобы не использовать вот этот свой родной делитель, который стоит дороже муфты, мне кажется, он стоит. Хотя ему цена там 300 рублей красная. Они вот решили сделать такое прекрасное изделие. Смотрите сразу отличие. Отличие тут уже не вот эти сальники, как они там называются-то, я уже забыл, ПГ, МГ-воды. А тут уже они делают свои отливки, на них резьбу и закручивают гайками. Вполне возможно, гайки тоже собственного изготовления. Вот такая вот штука получается. Единственное, сразу, я прям когда увидел этот вот, когда вытащил из коробочки, сразу у меня рука потянулась к кронштейну. Кронштейн, который применяется вот на этих муфтах предыдущей версии. Есть у них еще вообще голая продается муфта. Она без металлических таких кронштейнов. Она просто имеет пластиковый держатель для кассеты. И там нет возможности разместить делитель, ничего нет. В общем, она, собственно говоря, вот для нее, по-моему, предназначалась для этой муфты. Мы использовали вот таким вот образом. То есть тут все хорошо получалось, кабель крепился стяжками дополнительно. Что мы получаем на новой муфте. То есть вот эти вещи, они уже сюда не подходят. Вот эти вот крепежи для стяжек придется демонтировать. Не знаю, что будет делать компания с этим. Ну, наверное, уберет их. Или переделает чуть-чуть. Ну, я не знаю. Короче, какой-то бутерброд получается. Одно улучшают, другое ухудшают. Вот что меня больше всего интересовало. Видите, я сюда вот переставил кассетку вторую. Эта муфта называется на сайте МКОИ7481КС1. Ой, какой С1? Один. Одна кассета 16-45. Два фитинга Т-16. Как так у нее название? А, что я говорю? Вот же она. Производитель, коммерсанты утверждают, что эта муфта под одну кассету. Что якобы вторая туда не встанет. На самом деле она все встает, все замечательно получается. Я считаю, что вот эта муфта в этом исполнении, ну, потенциальный бестселлер, она убьет вот это вот решение. Потому что использование вот этого вот делителя, который стоит конских денег, ну, неоправдано. У меня такая есть информация, что будет вот эта муфта в комплектации с двумя кассетами. Причем одна кассета будет иметь ложемент для сращивания стыков волокон, а другая кассета, допустим, верхняя, она будет для размещения делителя. То есть там будет специальный ложемент для делителя, возможно, для двух делителей. И я считаю, что это будет очень интересное решение. Ну, вот, будем пробовать, смотреть. Ну, как бы да, в целом надо удешевлять продукцию, потому что вот это вот на вид бюджетное решение при использовании делителя 1х4. А если 1х8, он вообще около 2000 стоит. То есть вообще получается муфта диких денег стоит в комплекте в полном. Просто нереально диких денег. Так, ну, что хочется сказать. Вот комплект. Значит, вот еще раз про эти резиночки. Что мне не нравится, то что они уже, ну, имеют, скажем, как-то сказать, не имеют перепонки, заглушки. Придется дополнительно, когда собираешь муфту, вот использовать вот эти вот пластиковые затычки для того, чтобы влага не попадала. Ну, вот производитель утверждает, что так защита гораздо лучше будет или проще. Ну, в общем, там у них какие-то свои мысли есть. Ну, вот, будем пробовать, посмотрим, что из этого выйдет. Будем ждать новую версию муфты. Когда появится, отпишемся, снимем ролик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...